Напоминаю, этот канал не коммерческий и нуждается в вашей поддержке денежно-информационной и технической. Так как канал теперь под постоянными санкциями разной степени тяжести, подпишитесь на резервные ресурсы. Все данные в инфобоксе под любым видео. Спасибо всем откликнувшимся. Демография и радикалы. Каково реально население Украины? Ростислав Ищенко на ukraina.ru за 11 марта 2021 года. Украинский кризис, в результате которого Крым в 2014 году вернулся в состав России, а Донбасс завис на полпути на родину, актуализировал вопрос о принадлежности древних, исконных в полном значении этого слова, откуда Русь пошла, русских земель, как минимум половина которых оказалась Украиной. В российском обществе не сложилось единое мнение по этому поводу. Людей, считающих, что нельзя разбрасываться территориями, политыми кровью предков, тем более не присоединенными, а изначально русскими, не меньше, чем тех, кто считает, что земли в России много, ценность сегодня представляют люди, причем люди лояльные, сформировавшиеся в современной России общественно-политической традиции. Дополнительным аргументом для сдержанного отношения к перспективе воссоединения Юго-Западной Руси служит неизбежная огромная ресурсная нагрузка. Население данной территории давно не в состоянии себя прокормить и в ближайшие годы не сможет этого сделать без сотни другой миллиардов долларов вложений. Многие люди пытаются найти компромисс между желанием вернуть свое и невозможностью сделать это в текущих условиях. Наиболее распространенным компромиссным предложением является идея вернуть земли, но без людей. Естественно, возникает вопрос, что же делать с людьми? Уничтожить или изгнать их нельзя. В текущем столетии так поступать не принято, разные негативные ассоциации возникают, сами они никуда не уедут. Вернее, часть, которая хотела и могла, уже уехала в Европу или в Россию, и в большинстве своем не планирует возвращаться. Буквально на днях украинские социологи опубликовали данные, согласно которым большинство украинских гастарбайтеров больше никогда не планируют работать на родине. Это значит, что их и их семьи Украина потеряла навсегда. Но какое-то количество людей, ведь там осталось и никуда уезжать не хочет, причем никто даже не знает точно сколько. Оценочные данные колеблются в диапазоне от 20 до 35 миллионов. До недавнего времени я считала, что правильно будет опираться на среднюю цифру и считаю, что на данный момент на Украине осталось 25-30 миллионов человек. Однако время идет, украинцев становится меньше, а новые данные, периодически публикуемые отдельными украинскими ведомствами, частными компаниями и общественными объединениями, позволяют более точно определить численность оставшегося в стране населения. На днях Союз Мукомолов Украины сообщил, что в январе 2021 года в стране было произведено в 2,5 раза меньше муки, чем в январе 2000 года. Мука это хлеб, не только хлеб, но хлеб в первую очередь. Хлеб это продукт, потребляемый населением на постоянной основе и в примерно одинаковом количестве. Более того, в условиях падения уровня жизни, а уровень жизни украинцев в 2021 году намного ниже того, который был в нулевом году, хлеба начинают потреблять больше, сокращая потребление других более дорогих продуктов. Следовательно, если бы количество населения было бы примерно сопоставимым, то муки произвели бы столько же или больше, чем 20 лет назад. В связи с эпидемией ковида и закрытием границ, значительное количество гастарбайтеров осталось на родине, не сумев выехать на заработки. Мы не знаем точно, сколько именно, но вряд ли меньше 25% и вряд ли больше половины от традиционно работающих за границей. Надо иметь в виду, что многие не вернулись, предпочитая пережидать пандемию за пределами Украины, а часть вернувшихся все же регулярно выезжает, как в Россию, так и в Польшу, Чехию, Финляндию. Тем не менее, часть гастарбайтеров все же осталась дома, а значит, количество проживающих сейчас на Украине и ее граждан должно быть даже несколько выше, чем в среднем в последние предковидные пару лет. В нулевом году на Украине числилось чуть более 49 миллионов номинального населения. Можно предположить, что и реальное тогда было близко к этой цифре. Во всяком случае, в тот период украинцы не бежали за рубеж массово, так что, если не учтенка иммигрантов и была, то вряд ли больше 1-2 миллионов за 10 предшествовавших лет. То есть, можем считать, что в нулевом году на Украине проживало 47-48 миллионов реального населения. Следовательно, сокращение производства муки в 2 раза означало бы, что на Украине осталось 23,5-24 миллиона реального населения, но производство упало в 2,5 раза. Даже с учетом сокращения потребления рыбы и мяса и увеличения потребления хлеба из-за обнищения населения, стоит подкорректировать численность реально живущих на Украине людей еще на миллион-полтора. В итоге получаем 22-23 миллиона. Даже если приплюсовать к этому какую-то часть гастарбайтеров, которые все равно вернутся домой, заболеют, потеряют работу, ностальгия замучает по каким-то иным причинам, то вряд ли Киев может рассчитывать консолидировать на подконтрольных ему территориях больше 25-26 миллионов человек. На подконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей, по оценке украинских властей, проживает от 2,5 до 3 миллионов человек. Эти территории и этих людей Киев, благодаря своей безумной политике, может потерять уже в ближайшее время, что вновь даст нам 22-23 миллиона реальных жителей. В то же время рождаемость на Украине за 10 лет снизилась на 40%. В 2020 году в стране впервые родилось менее 300 тысяч человек – 293 457. В то же время уровень смертности остается почти неизменным и составил в 2020 году 616 835 человек. За год население Украины сократилось более чем на 300 тысяч человек, только за счет негативного баланса рождения и смертей, не считая эмиграции. При этом надо иметь в виду, что с учетом того, что 10 лет назад номинальное население Украины составляло более 45,5 миллионов человек, а реальное вряд ли было меньше 42 миллионов, то сохранение практически неизменного уровня смертности при полутора-двукратном сокращении населения свидетельствует о том, что в реальности, в пересчете смертей на тысячу человек, смертность резко выросла. И эта тенденция сохраняется, равно как сохраняется и тенденция к сокращению рождаемости. То есть, уже через пару лет население Украины будет сокращаться не на 300, а на 400 тысяч ежегодно, без учета эмиграции. Столь же негативной тенденцией и в части младенческой смертности, которая выросла на Украине за последние 10 лет в полтора раза. Нетрудно посчитать, что в ближайшие 10 лет только от вымирания Украина потеряет порядка 4-5 миллионов человек. Причем это без учета кумулятивного эффекта. Если же мы примем во внимание, что население стареет, а медицина деградировала, то можем смело прибавить к потерям еще миллион. Итого минус 5-6 миллионов в ближайшие 10 лет от 23 миллионов, имеющихся в наличии по оптимистичным подсчетам. Остается 17-18 миллионов, при условии, что за 10-то лет еще 2-3 миллиона не эмигрируют, а они, скорее всего, эмигрируют. 14-15 миллионов граждан, из которых от половины до двух третей составят пенсионеры, вряд ли обеспечат даже простое воспроизводство населения при самых благоприятных условиях. Фактически, речь идет о том, что названные Украиной территории бывшего российского Юго-Запада приходят в запустение, и в ближайшем будущем их понадобится заселять заново. 10 лет не срок. Всего 30 лет назад распался СССР, как будто это было вчера. Со временем катастрофы последнего украинского Майдана прошло уже 7 лет, так что не успеем оглянуться, как еще 10 лет пролетят. При этом надо иметь в виду, что при самых благоприятных обстоятельствах быстро сломать тенденцию вымирания Украины не получится. Можем сравнить с российской ситуацией. Несмотря на суперблагоприятные условия, на серьезную озабоченность властей преодолением демографического кризиса, накладывающиеся друг на друга демографические ямы, возникшие по итогам гражданской Великой Отечественной войны и перестройки, дают о себе знать. И после выхода в ноль в 2015-2018 годах, последние три года в России смертность вновь превышает рождаемость. Позитивный же баланс численности населения поддерживается за счет того, что люди, в том числе и с Украины, бегут не из России, а в Россию. Украине столь благоприятная ситуация, как в России, в ближайшие годы не угрожает. Даже самое адекватное правительство, прежде чем получит возможность заняться проблемой демографии, должно стабилизировать внутриполитическую ситуацию, создать новую экономику, накопить ресурсы только потом. А на это потребуется не менее 10 лет. Хорошо, если не больше. Можно будет заняться рождаемостью. Но к тому времени точка возврата может быть уже пройдена. Подчеркну, мы говорим о гипотетических благоприятных для Украины обстоятельствах. Но кто в здравом уме способен предположить, что они в ближайшем будущем наступят? Так что еще чуть-чуть и украинские патриоты сами эффективно решат проблему деукраинизации Украины путем создания на данной территории условий, не позволяющих украинцам выжить. В принципе, если патриотам Украины не мешать, то они сами быстро и эффективно решат все проблемы. Правда, совсем не так, как они себе представляют. Так что, если перефразировать любимую кричалку украинских патриотов, Украина может быть или русской, или безлюдной. И это не шутка. История несколько раз подряд подтвердила справедливость данного тезиса. Впрочем, эти, даже разогнав и угробив 40-50 миллионов человек, все равно ничего не поймут. Ростислав Ищенко. Демография радикалы. Каково реально население Украины?